В посольстве России в Молдове чествовали ветеранов, которые побывали 9 мая в Москве и в Санкт-Петербурге на праздновании Дня Великой Победы. Около 20 ветеранов пришли в посольство России в Молдове. Пришли те, кто принимал участие в торжествах по случаю 70-летия Великой Победы в Москве и в Санкт-Петербурге. Собравшихся ветеранов приветствовал посол России в Молдове Фарид Мухамедшин. Рада вас видеть в посольстве и сказать, что данный год он очень знаменателен и для вас, и для всех остальных, поскольку мы отмечаем и до конца года еще будем отмечать 70-летие победы в Великой Отечественной войне. Естественно, это ваш подвиг, ваше поколение наших отцов и дедов, и поэтому мы сегодня приветствуем вас, отдаем дань уважения и почести всем тем, кто завоевывал эту победу, ну и отдаем дань жертвам всего многонационального советского народа, которые общими усилиями достигли эту победу. Сотрудники посольства вручили нескольким ветеранам юбилейные медали. Также посольство в России в Молдове поздравило с днем рождения ветерана Владимира Громова, которому исполнилось 89 лет. Ветераны, которые побывали на торжестве по случаю 70-летия Великой Победы, высказали свою благодарность и свое восхищение посольству России в Молдове и правительству России. Нас принимали очень хорошо, и я очень рад, что побывал в Москве на этой форуме. Ветераны также поделились своими впечатлениями от празднования Дня Великой Победы. Посольство Российской Федерации доставило нас в аэропорт. В аэропорт, где собрались остальные члены нашей делегации для поездки на этот великий народный праздник. Поэтому собравшись в аэропорт, мы пошли в самолет, сели в самолете, и только самолет поднялся, набрал высоту. Как командир корабля говорит, граждане посажили, здесь едут на парад победы участники парада победы. Давайте поприветствуем. И, конечно, самолет взорвался от аплодисментов. Наша жизнь такова. Все мы не вечны. Но так грустно, когда из жизни уходят люди, которые были свидетелями и творцами событий, вошедших в мировую историю. Мы говорим о ветеранах Великой Отечественной войны. Этих замечательных людей становится все меньше и меньше с каждым годом. Вместе с ними уходят факты, и остается только память о великой победе и героических подвигах.